Обращение к Михаилу Мишустину направили власти Хакасии. Финансовая ситуация в республике сложная. Денег нет, бюджетникам задерживают зарплаты и отпускные. Чтобы выправить положение, нужна поддержка федерального центра. Подробности в нашей рубрике «Парламентский дневник». Хакасия, тобой освящаюсь! О прекрасной Хакасии можно долго петь. Тем более повод – День республики. Но лирика сегодня пришла с экономического фронта. За пять месяцев этого года в консолидированный бюджет Хакасии поступило 15,3 миллиарда рублей доходов. Что почти на полмиллиарда или на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Опустившую казну в середине года правительство Хакасии увязывает со снижением налоговых отчислений. В первую очередь это крупные игроки в виде угольщиков и металлургов. Решено искать другие пути. Наращивание налоговых поступлений в земельно-имущественной сфере. Более плотная работа по сборам с золотодобывающих предприятий. Развитие бизнес-поддержки. Что также может сулить дополнительные прибыли. Как пример, льготные займы предприятиям и комфортные условия инвесторам. Вышеперечисленные меры могут лишь частично компенсировать выпадающие доходы в основных отраслях экономики региона. Поэтому первоочередной нашей задачей является развитие экономики, на которую не будут оказывать существенного воздействия внешние рынки. Но это все перспектива. А реальность такова, что аграрная Хакасия рискует оказаться без аграриев. Фермеры до сих пор не получили положенные выплаты за проведение посевной кампании. Если правительство не предоставит субсидии, посевные площади будут сокращаться. Тогда о какой поддержке можно говорить о развитии сельского хозяйства? Региональное безденежье создает серьезные риски иммуниципалитетам. Сейчас счета практически всех абаканских школ заблокированы. А это угроза в плане подготовки к учебному году, не говоря об угрозах срыва нацпроекта образования в части капитального ремонта. Сегодня принято решение в очередной раз просить денег у Москвы. Верховный совет направил письмо на имя Михаила Мишустина, в котором фигурирует сумма более чем в 9 миллиардов рублей. Это на первоочередные обязательства плюс 5 миллиардов на замещение коммерческого кредита. Каким будет решение федерального правительства, здесь все зависит от обоснованности и понимания, что местные власти сделали все возможное. Везде, куда мы не обращаемся, ну про Минфин я вообще не говорю, дайте денег. Не потому что дайте нам денег на инвестиции, нам есть куда вложить, а дайте денег на поесть. Отпустить в отпуск учителей, заплатить, обеспечить выплату самых насущных социальных нужд. В строю с плачевной экономикой стоит и энергобезопасность. Республике необходима модернизация линий и строительство новых объектов. Главный вопрос – за чей счет? Подробности уже готового соглашения между правительством и энергетиками вызвали вопросы у членов экспертного совета при парламенте. По сути, выполняя обязательства, сидевики получают карт-бланш на установку тарифа. Мы лишь поняли о том, что подписание этого соглашения может привести за 10 лет более чем к двукратному росту тарифов. Поэтому мы бы хотели знать, чем рискуют наши потребители. Решено, что перед принятием тему еще нужно обсудить на сессии Верховного Совета.